За прошедшую неделю на территории Нининского автономного округа зарегистрировано 113 происшествий. Из них 13 преступлений, 7 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 39 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью не допущено. Дорожное движение В целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 22 октября проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверено более 330 транспортных средств, составлено 3 протокола об административном правонарушении. С участниками дорожного движения проведено 25 профилактических бесед. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах 21 по 22 октября в Наринмарии поселке Искателей, проведено профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушение общественного порядка не допущено. 19 октября 2016 года в дежурную часть полиции обратился мужчина 1980 года рождения с заявлением о пропаже с его строительного участка полимерной емкости объемом 1 кубический метр. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что ранее судимый за аналогичные преступления гражданин 1975 года рождения совершил хищение полимерной емкости. Дознавателям отдела по организации дознаний возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительными и не оставлять свое имущество без присмотра. В целях укрепления престижа службы в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, вовлечение гражданской молодежи в процессы социального противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, а также выявление школьников, обладающих необходимыми знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес для дальнейшей работы в органах внутренних дел, Нижегородской академии МВД России среди учащихся 8-11 классов всех регионов РФ проводится Олимпиада школьников на страже экономики. Олимпиада проводится в два этапа – отборочный – это заочное интернет-тестирование и заключительный – решение заданий с прибытием в Нижний Новгород. Задания для Олимпиады формируют с учетом школьной программы по общеобразовательному предмету обществознания. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 1 декабря 2016 года зарегистрироваться и подать заявку через интернет-сайт Нижегородской академии МВД России по адресу na.mvd.rf и в указанные при регистрации сроки пройти интернет-тестирование. Победители и призеров Олимпиады ждут ценные призы. 21 октября текущего года в целях популяризации государственных символов России и патриотического воспитания в актовом зале Нинницкого краеведческого музея состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста. Торжественное мероприятие по вручению паспортов началось при исполнении Государственного гимна Российской Федерации, после чего сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД, уполномоченные по правам ребенка в Нинницком округе, представители Департамента образования, культуры и спорта Нинницкого автономного округа, а также общественная организация «Российский союз молодежи» выступили и пожелали молодым людям быть достойными гражданами своего Отечества, а также хранить и приумножать российские традиции. Всего в торжественной обстановке юным гражданам РФ вручено 19 паспортов. В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в спортивном комплексе «Старт» в городе Наридмаре проведен турнир по волейболу среди членов Нинницкой региональной организации «Общество «Динамо». В турнире приняли участие шесть команд – команда руководства ОМВД России по Нинницкому автономному округу, команда полиции, внутренней службы, команда ветеранов ОМВД, Министерство чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательная служба. По итогам сыгранных игр команда МЧС завоевала кубок, диплом и медали победителя турнира по волейболу. Призовые места заняли команда руководства ОМВД и команда полиции, которые награждены медалями и призовыми дипломами. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя!